Команда Навального опубликовала снятое им перед отравлением расследование. На YouTube-канале Алексея Навального опубликовано расследование, которое он с командой снял перед тем, как был госпитализирован в Омске. Оно называется «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить?». В нем рассказывается о ситуации в Новосибирске и бизнесе местных депутатов-единороссов, в частности Алексея Джулая и Кирилла Покровского. Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, этот фильм «Первая серия расследований о региональной политике в преддверии единого дня голосования 13 сентября». Начало фильма посвящено Алексею Джулаю. Согласно его декларации о доходах, в 2020 году он заработал 22 миллиона рублей, Джулай владеет двумя квартирами. Площадь каждой 124 квадратных метра. В его собственности также 81 земельный участок, два помещения и одно здание. Он является учредителем компании «Достойный сервис» и группы компании «Дискус» городского застройщика. «Дискус» был создан Джулаем в 2000 году. С 2010 года Джулай входит в Совет депутатов Новосибирска. В фильме Навальный и его команда общаются с жителями районов, застройку которых вела компания «Дискус». Их собеседники жалуются на качество домов. Среди них живущий в этом же районе оппозиционный политик Даниил Маркелов, который на момент съемок фильма выступал в качестве соперника Джулая на выборах. Однако к моменту публикации суд отменил его регистрацию. Команда Навального утверждает, что это было сделано по требованию Джулая, однако, как указывает Сипкрай, заявление подавал другой кандидат Александр Селютин. Также в расследовании говорится о бизнесе и имуществе других депутатов-единороссов из городского собрания Кирилла Покровского, Евгения Яковенко и Сергея Бондаренко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова